Лето – это сезон не только отдыха, но и время различных кишечных инфекционных заболеваний. Именно в этот сезон у врачей заметно прибавляются работы. Болеют инфекциями люди разного возраста. К примеру, в Республиканской детской больнице ежедневно принимают немалое количество пациентов. В этом помощь абхазским коллегам оказывает врач ультразвуковой диагностики из города Уфы Татьяна Петрова. Более 30 лет Татьяна Аркадьевна проработала в педиатрии. В Республике уже четвертый день ведет прием. Все очень хорошо встретили, приняли. Ну а теперь мы работаем. Пациенты в основном идут здесь что? Юг. Заболевания желудочно-кишечного тракта. И в основном вот смотрим органы брюшной полости. В основном плюс аппендициты, хирургическая патология какая-то. Ну вот в основном это идет. Аппарат очень хороший. Аппарат как наш. У нас в Башкирии точно такой же у меня в Уфе аппарат. Исполняющий обязанности главного врача Республиканской детской больницы Инесса Камли отметила, что при поддержке Минздрава в прошлом году в больницу приезжал врач-реаниматолог. Большая часть этих специалистов, они либо работают уже в каких-то своих учреждениях, стационарах, да, либо в частных. А в детство взрослые специалисты неохотно. Они вообще в других стационарах тоже отказываются от осмотра УЗИ детей. И нам такой специалист, конечно, в стационаре нужен был, чтобы он был на месте, чтобы это было удобно посмотреть в дневное время те, которые... А большая часть это, конечно, осматриваются те, которые в отделении лежат. И круглосуточно экстренные бывают дети, которым требуется УЗИ диагностика. Дальше осенью тоже планируются специалисты. Мы запрашивали специалиста, не только УЗИ, мы запрашивали УЗИ реаниматолога-анестезиолога. Как мы вот говорили, так же, как в прошлом году, вот совместно с инфекционной больницей, нам один был бы вот достаточно, который был бы мобильный, которого при необходимости можно было бы позвать, который нам помогал бы. Диагностикой, лечением и профилактикой инфекционных заболеваний в Сухомской инфекционной больнице занимается и врач-инфекционист Ахмат Мергалиев. С 11 июля он ведет прием пациентов. Ахмат Мергалиев отметил значимость таких командировок, так как, по его мнению, это способствует повышению опыта. В местное население очень много обращаются. Обращаются и туристы приезжие с российских городов. Люди хорошие здесь, приветливые, добрые. Очень много детей поступает с кишечной инфекцией, с ротовирусом. Но взрослые тоже приходят с кишечной инфекцией, тоже ротовирус. Бывает, конечно, гастроэнтроколит разный. Обследуем, кого-то госпитализируем, кому-то оказываем помощь амбулаторно. С 1 августа в инфекционной больнице также работает реаниматолог. Он пробудет здесь до 31 августа. Затем приедет другой доктор, также этого профиля. Ахмата Мергалиева по истечению срока командировки тоже заменит другой инфекционист. Главврач Астамургуни отметил, что такая практика наблюдается уже второй год. В начале сезона, как только у нас увеличивается количество больных, это, ну, чтобы вы понимали, в районе 100, сейчас 150 больных в сутки детей в основном. Вот. И мы уже заведомо знаем, мы даем заявку в Министерство здравоохранения. Эдуард Валерьянович непосредственно в тесной связи с Министерством здравоохранения Российской Федерации. И вот второй год в начале сезона они нам вот таким вахтенным методом присылают докторов, ну, которые непосредственно с нами трудятся и очень большую помощь оказывают нам. О командировке российских врачей в Абхазию в курортный сезон ранее договорились глава Минздрава Абхазии Эдуард Будба и замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. Так как у нас в этот период июль, август, сентябрь ротовирусная инфекция, кишечная инфекция, вы знаете, да, определенный подъем заболеваемости присутствует из года в год, как бы он такой. Мы это прогнозируем, поэтому я обратился в Минздрав Российской Федерации и сейчас приехали коллеги также из Башкортостана, приехали в Гагринскую больницу, анестезиологи, реаниматолог, приехал терапевт. Сейчас в скором будущем приедет хирург общей практики, потому что вот это направление, оно как бы чуть ослаблено в Гагринском районе, у нас там произошла трагедия, у нас коллега скончался, Волгин. И мы сейчас усиливаем это направление именно хирургического профиля. Дальше, значит, приехал также детский реаниматолог в нашу инфекционную больницу. Они уже как бы в прошлом году находились здесь, коллеги дружат, общаются. И я насколько знаю, что с большим они как бы интересом приезжают на помощь к нам сюда, в Республику. Минздрав запрашивал докторов из России на курортный сезон, так как именно в этот период происходит вспышка инфекционных заболеваний. В основном все они приезжают на месяц. Это огромное подспорье, потому что те пиковые нагрузки, когда мы проходим нашими силами, у нас кадровый дефицит именно детских инфекционистов, вы знаете. И проблема с детскими реаниматологами, проблема с кадрами именно по ультразвуковой диагностике. И вообще вот эти сложные направления, которые есть у нас в Республике, мы стараемся заблаговременно с помощью Российской Федерации вот эти вопросы совместно нивелировать. Ежемесячно на протяжении полугода министерством запланировано отправлять врачей медучреждений Абхазии на повышение квалификации в российские клиники. Говорю о реаниматологах, которые проходят в 4-й больнице города Сочи. Также у нас есть договоренность с университетом имени Сеченова в том, что мы можем направлять наших коллег при помощи Минздрава России в ведущие вузы. Но мы это делаем планомерно, потому что если сейчас определенное количество людей отправить на учебу, у нас может быть кадровый дефицит. Министр здравоохранения Эдуард Будба подчеркнул, что если российские коллеги изъявят желание остаться в Республике, они готовы их трудоустроить.